Хочешь попасть на ток-шоу, разденься. Такое требование выдвигают мошенники, которые выдают себя за продюсеров и обманывают девушек в интернете. Главная их цель – завладеть пикантными снимками и видеороликами, а затем требовать выкуп. Почему пострадавшие охотно верят в легенду и сложно ли вычислить вымогателей? Репортаж Дарья Городсковой. Здравствуйте. На кадрах любительского видео – москвичка Дина Юсипова. У девушки кастинг на популярное телешоу. Собеседование проходит по скайпу, причем собеседника своего девушка даже не видит. Перед ней темный монитор. Претендентка игриво поправляет волосы, предполагаемый продюсер задает неудобные вопросы. Ответы Дина сочиняет на ходу, как и анкетные данные. Это всего лишь эксперимент. Насколько далеко зайдет собеседник, представившийся продюсером раскрученного шоу? Объявление о пробах Дина нашла в интернете. На мой взгляд, это мошенники, естественно. Я решила тоже выйти с ними на связь, провести, так сказать, эксперимент. Отправила ему фотографии, видоизмененные, выдуманную фамилию и имя. Сыграть любую роль на камеру смартфона для Дины. Пара пустяков, ведь она профессиональная актриса. Несколько лет снимается в российских криминальных телесериалах. И вот она сама оказалась участницей детективной истории. Через полчаса интернет-кастинга мужчина, представившийся телепродюсером, выставил условия успешного финала. Наденье обувь на капотах и не знаю, я. А, то есть я должна сейчас переодеться в нижнее белье? После такой просьбы Дина отключила камеру и отправила контакт собеседника в черный список. Чем заканчивается дефиле в Неглиже перед незнакомцами, узнала другая девушка. Мастер спорта по фитнесу мирового уровня, призер и победитель престижных соревнований. И просто красавица. Это все про Алену Ревякину. Сибирячке не хватало только одного – личного счастья. Поэтому, не задумываясь, оставила в интернете свою анкету на кастинг популярного романтичного телешоу для девушек. Один участник выбирает из 25 девушек себе избранницу. То, что собеседование проходит по скайпу, Алену не насторожило. Мечта попасть на съемки телепроекта и встретить там своего суженного была так близко. Как и Дине, Алене сначала задавали неприличные вопросы, а потом попросили раздеться. Снять верх, бузгалтер, ну а как бы даже без задней мысли просто сняла и все. Конечно, спортсменке нечего скрывать, но то, что эта просьба как минимум неэтична, задумалась слишком поздно. Подобным поведением, вот этой излишней доверчивостью, женщина сама дает повод себя обмануть. И она в любом случае будет обманута. Цвет софитов – слава и богатство. Ослепленным немым успехом некоторые девушки верят тем, кто обещает исполнить их мечты. Только зачастую прекрасное далеко остается лишь иллюзией. А вместо кастинг-менеджеров с доверчивыми претендентками общаются обычные уголовники. И проводят они свои собеседования не в кожаных креслах солидных офисов, а на нарах, в местах далеких от столичных телестудий. Звезды шоу-бизнеса знают – мошенники не спускают глаз с голубого экрана, следят за новыми проектами и тенденциями. То есть официальный кастинг – это упоминание в СМИ, это везде висят баннеры, афиши, никто ничего не скрывает. После телепроб Алене Ревякиной на электронную почту пришло шокирующее сообщение. Поздравляю тебя, это был развод, стали вымогать деньги. Деньги вымогали в размере 10 тысяч рублей. Алена ничего платить не стала. Через несколько дней увидела кадры с кастинга в интернете. Будут квалифицированы в соответствии с нормами уголовного кодекса в качестве вымогательства. Соответственно, лицо установить можно будет посредством обращения правоохранительной органы с заявлением соответствующего характера. Будет установлен собственник электронного адреса. За вымогательство можно получить до 15 лет тюрьмы. А за публикацию чужих интимных фото или видео добавляется еще одна статья – нарушение неприкосновенности частной жизни. Алена Ревякина только думает, идти в полицию или нет. Сомнения девушки понятны. Вместе с заявлением ей придется предоставить и вещественные доказательства – интимные видеозаписи. Не каждый человек готов продемонстрировать самое сокровенное даже стражам порядка. Мошенники знают об этом. Вот и пользуются человеческими слабостями и комплексами, годами орудия на просторах интернета. Сколько девушек, мечтающих о своем звездном часе, побывали на кастинге «Позора» – трудно предположить. Дарья Городского, Александр Романов, Иван Паевский. Вести. Дежурная часть.